В Ульяновске в 19-й раз проходит турнир по боксу среди юношей на призы главы администрации Заволжского района. В этом году соревнования посвятили победе в Великой Отечественной войне. 19 лет назад я как-то сидел и думал, что детки, которые занимались один год, им нужно как-то показать себя. То есть практически все дети, многие здесь проводят первые или вторые поединки. То есть это их начало. Мы выбираем самых маленьких детей, которым 10, 11, 12 лет, когда уже можно им участвовать в соревнованиях. И поэтому мы выбрали этот турнир по этому маленькому возрасту и все 19 лет его проводим в едином направлении. То есть это как бы экзамен, как в школе ЕГЭ проходит, так и у боксеров ЕГЭ в ринге будет проходить. Ученик пятого класса Егор Бачков занимается боксом два года. За это время юный спортсмен уже принимал участие в соревнованиях. Я бы хотела владеть боевым искусством, чтобы научиться самообороне и иметь награды хорошие за бокс. Директор школы Олимпийского резерва Александр Трифонов уверен, каждый ребенок должен заниматься спортом и укреплять здоровье. Бокс помогает ребятам развивать такие качества, как смелость, выносливость, ловкость и умение постоять за себя. В Ульяновской области бокс начал активно развиваться в 60-х годах прошлого века. У нас очень сильная школа бокса в Демтовграде, в Ульяновске. За всю историю развития бокса у нас подготовлены три заслуживших мастер спорта. 22 мастера спорта международного класса и около 300 спортсменов, мастеров спорта СССР и России. На турнир по боксу в Ульяновск с 90-х годов приезжают спортсмены из Пензенской области и других регионов. Обмен опытом помогает боксерам совершенствовать свои навыки. На этих соревнованиях у меня и выросли ребята чемпионы мира, чемпионы Европы, среди профессионалов чемпионы мира Кармазин. Все знают его во всем мире. Чемпион Европы по юниорам Алмакаев, Симирхан, сейчас действующий он. В числе почетных гостей на турнире побывали ульяновский боксер, чемпион мира Алексей Лезин, заслуженные тренеры и спортсмены. В клубе бокса и кар за награды сразились ребята в возрасте 10-12 лет. Победителям в своих весовых категориях вручили призы и кубки. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.